МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эта ферма больше похожа на оранжерею. О начале дойки оповещают попугай. Здесь все молоко получают экстра-класса. А иностранные делегации выстраиваются в очередь, чтобы разгадать секрет успеха местных животноводов. Каков же он, этот секрет успеха? Узнаем прямо сейчас. Современный молочно-товарный комплекс Вязанка лучший в Дзержинском районе и один из лучших в стране. Первые полсотни голов сюда завезли в октябре 2015-го. И с самого первого дня жизнь здесь закружилась. Как та самая карусель для коров. Всегда ищем что-то лучшее, чтобы получить как можно больше отдачу от животного. И чтобы животное жило долго, и чтобы продукции много давало. Поэтому мы на самом деле этого не боимся. Мы много ставим экспериментов с кормами, когда заготавливаем их, с раздачей, с комбинацией кормов. То есть рационы разные делаем. И мы уже в этом плане, я скажу, что мы не можем идеально все знать, но мы далеко продвинулись. Мы сегодня можем молоко свое контролировать. То есть либо его больше дать, либо меньше. Но там еще у нас есть параметры на завод, который принимает пожирности, скажем, по белку. Но мы должны в эти параметры вписываться. Но тут еще и задания, и планы действуют. Так у нас, которые мы должны за счет этого деньги получать. То есть валовая продукция нас заставляет все равно. Мы должны давать валовую продукцию. То есть мы должны увеличить каждый год ее. Ну вот из этих параметров всех мы выбираем максимально, скажем, движение и двигаясь в данном управлении. В качестве эксперимента недавно была опробована новая технология заготовки кормов. Результат оказался ошеломляющим. Помимо высоких удоев удалось продлить жизнь животных до шести лактаций. Налажена здесь и уникальная система навоза переработки. Видите, здесь животные лежат, они вот чистенькие, все гладенькие, да? Это все видно хорошо. Во-первых, это на качество молока влияет. То есть животные не болеют так часто, как на других фермах. Во-вторых, это возвратная фракция, которая дает возможность нам не ложить там коврики. У нас раньше строли, когда там маты, коврики ложатся, да? Животные очень плохо себя чувствуют на них зимой, особенно когда мороз. Вот, болеют чаще. Здесь они как бы находятся на сухой подстилке. Вот, они чистые, их не надо чистить. Это возвратная фракция. То есть здесь нет большого расхода электроэнергии, как я говорил раньше, да, допустим, там. Но это все окупается. И мы, самое главное, получаем очень качественное молоко. На сегодняшний день на ферме мы держим соматику в пределах 100-120 тысяч. Это, скажем так, супермолоко, которое без проблем у нас покупают люди даже с фермы, в том числе руководитель, да? И все у нас берут здесь молоко. Вот. Это будет дешевле гораздо, чем покупать его в магазине. Хранится оно хорошо. До недели в холодильнике без проблем молоко наше хранится здесь. Вы так с видом эксперта говорите. То есть пьете свое молоко? Я покупаю молоко, пью сам. У меня дети пьют все. Я реально покупаю молоко свое. Зачем? Я сейчас знаю качество молока свое. Если я знаю, что такое молоко, да, и как оно работает, то это же лекарство вообще получается. Вот. Поэтому вот эта вот нам система на удаление, в принципе, много. То, что здесь вы видите, это нам и дает. Да, мы затратили очень много денег. Мы на самом деле взяли в Банке развития 95 миллиардов кредит. Когда строили этот комплекс, мы его построили. На сегодняшний день мы ежемесячно выплачиваем примерно миллиард 200 миллионов. На старые деньги, я говорю, и новые на старые деньги. Когда мы строили, я боялся, конечно, этого эксперимента. Скажем, я боялся того, что действительно, а как же, а получится ли у нас это? Вот. Ну, у меня есть хорошая помощница сейчас, когда я видел, что действительно у нас уже есть человек, который мне будет помогать. И мысли одинаковые, и одинаковое мышление и в производстве молока, и в производстве всего, то я посчитал, что мы должны справиться. Но надо было рисковать чем-то было, да? Да, нас критиковали, что мы вложили большие деньги тут. Построили, знаю, что... Ну, сегодняшний день я знаю, что это комплекс один из лучших республики, и реально здесь большое молоко. И сегодня мы легко платим этот кредит. Я даже как руководитель скажу, да, мне, может быть, как бы считают, что я за годы заплачиваю большие деньги. Но сегодня мы выплачиваем, я знаю, что мы пойдем дальше, и эту сумму мы больше не будем ощущать, потому что мы гасим основной долг, оплатим проценты, процент уменьшается, естественно, и где-то года через два я уже вообще не буду чувствовать с этой нагрузкой, скажем так. Сегодня каждую неделю здесь делегации, и коллеги со всей Беларуси приезжают за опытом. Но самое интересное – едут поучиться те, у кого когда-то учились местные животноводы. Постоянные у нас гости – это россияне. Это и Сахалин очень часто у нас были, это и Средний Урал, это и Подмосковье. Германия очень часто посещает, да, что мы удивительно, хоть я и знаю, но представители, из Германии они работают, это, скажем, их оборудование здесь, они хотят посмотреть, чего мы достигли, догоняем или нет, они тоже как шпионы приезжают к нам, да, вот, и видишь, что да, у нас прогресс очень серьезный, вот, и, значит, кроме немцев, французы у нас были несколько раз, вот, Куба у нас была, американцы у нас часто тоже бывают, здесь приезжают уже несколько делегаций было. Ну вот Китай, много стран. А, Египет у нас был. Я сам учился действительно за границей, я был в Германии, в Баварии. В 2001 году по программе Министерское хозяйство мы попали, значит, лучше из лучше, попали на стажировку в Германии. Там я занимался выращиванием, значит, крупного рогатого скота, то есть мы производством мяса крупного рогатого скота и свинины. Вот, там, конечно, я получил первый, скажем так, бесценный опыт в том, как ведется экономика этой страны, что они делают, как они делают, и то, что я перенял там, то есть сегодня я стараюсь применять у себя на практике, у себя здесь, в этой стране. Это, я скажу, сейчас, наверное, получается. В Германии на сегодняшний день молоко там у них не очень рентабельно, потому что, я хочу, и помощь есть далеко, вообще-то рынки сбыта нет, у них органично на производство молока. У нас сегодня в этом плане очень все хорошо. То есть молоком заниматься очень выгодно, и это, наверное, самый лучший источник дохода населения сельской местности. В Америке мы были, штат Свит-Сконс, самое молочное, скажем так, место в Америке, там, где профессионально занимаются коровами. У них на доль 14-м на корову. Конечно, нас это подзадоривает. Благодаря тому, что мы были там, мы были и в Чехословакии, мы были в Израиле. Посмотрев технологии, посмотрев то, что делают люди, мы создали свой комплекс. На базе этих знаний, на базе того, что мы увидели, естественно, мы создали то, что мы хотели сделать. Этот комплекс на передовых позициях теперь не только в Беларуси, но и в СНГ. Европейский уровень по всем параметрам. Сегодня производство молока, на корову, скажем, да, мы соответствуем уже европейскому уровню на самом деле. Это в первую очередь, имеется в виду. А второе, затраты на порядок здесь минимальные. Почему? Как вы видите, территория чистая, она асфальтирована, забетонирована, да, и на этой площади легче нам поддерживать порядок, скажем так. Мы сделали красивые помещения, они не только, они, может быть, для нашей страны и дороговаты, скажем так, но мы, зная то, что мы можем сделать продукцию, сегодня ферма окупается без проблем, и сегодня мы зарабатываем хорошие деньги на ней, так, мы сделали такие здания, где и животным, скажем так, комфортно, удобно, они себя чувствуют там хорошо, и для людей приятно, когда от себя и красиво, и уютно. А вот легко приучили людей, что нужно жить в порядке, то есть это же они сами все наводят? Совершенно верно. Люди сами наводят здесь порядок, но людей, скажем, вот вы прямо сказали, приучивать нужно к порядку, потому что как-то у сегодня многих тех, кто у нас работал и сейчас работает, скажем, такого порядка даже дома, может, нету. Ну, на сегодняшний день порядок мы просто держим, значит, ты сделал какой-то определенный вид работы, скажем там, подмел, убрал территорию, естественно, мы вписываем человеку премию, то есть он зарабатывает уже деньги за это, да, мы можем себе это позволить, ведь за все надо платить, за любую работу, я считаю, надо платить. Поэтому мы доплачиваем людям это, и, соответственно, работа их увеличивается. С неподдельным интересом делегация сотрудников трех китайских компаний знакомится с тонкостями животноводства, расспрашивают, фотографируют, записывают. Су Цуни представляет строительную компанию, которая входит в одну из крупнейших инвестиционных корпораций Китая. Среди ее проектов строительство главного стадиона Олимпиады 2008 в Пекине, возведение социального жилья в Анголе, строительство скоростной автострады в Алжире. Цель нашего визита – ознакомиться с производством комбикормов в Беларуси. Мы смотрим на примере ряда комплексов, которые находятся в Минской области, уровень и технологии. В частности, Дзержинский агрокомбинат произвел хорошее впечатление. В целом, методы ведения животноводства схожи. Сейчас используются современные технологии и в Китае, и в Беларуси. Но основное отличие, безусловно, масштабы. Если в Беларуси мы видим типовые молочно-товарные фермы на тысяч уголов, то в Китае это 10 тысяч. Но то, что мы видим у вас, и это сильно отличается в лучшую сторону от наших предприятий – чистота, экология вокруг предприятий. Это сразу бросается в глаза. Компания в основном работает в промышленном строительстве, поэтому та чистота, которую сегодня увидели, она действительно производит впечатление и вполне сравнима с той чистотой, которая на промышленных предприятиях. Основной упор в ходе этого визита делался на производство комбикормов, потому что в будущем планируется строительство комбикормового завода в Беларуси, поэтому китайским коллегам необходимо понять специфику производства кормов в Беларуси, потребность. С учетом того, что потребителей много в стране, нужно понять именно эту специфику. Это возможность пообщаться и с работниками, и руководителем предприятия, и непосредственно потрогать вживую коров. Конечно, это эмоции большие. Одно дело, когда они увидели на бумаге все эти отчеты, материалы, и другое дело, когда вживую увидели, посмотрели, конечно, это надолго, я думаю, останется у них в памяти посещение этого предприятия. Нет предела совершенству. Здесь это что-то вроде девиза. Нам еще далеко расти, скажем, в самой Америке, да, они доят 40 лет на корову, мы доим 30 здесь на комплексе. Поэтому у нас перспективы еще очень хорошие. Вот. И здесь, скажем так, генетика определяет наше будущее, да. Мы занимаемся селекцией хорошо, и есть животные, которые у нас дают, скажем, от 30 до 40, есть от 40 до 50, есть от 50 до 60, есть уже несколько животных, которые дают больше 60 литров молока, да. То есть у нас есть к чему расти, потенциал и возможности наши безграничны. Многие страны шли столетиями к тому, чтобы получить, скажем, такой надой высокий там, да, или там десятилетия тратили. Мы тратим гораздо меньше времени. Мы просто пользуемся нашими знаниями. Мы едем, ищем, сами чего-то догадываемся, делаем, экспериментируем. Сегодня любые ученые, они прежде чем сказать, что вот это вот так, надо сделать эксперимент, да. Так вот у меня Ольга Николаевна, она любит эксперименты делать, она их делает. И потом мы находим, она садимся и обсуждаем, почему получилось так, а что получилось так, а что не так. Мы собрали критики-намышников. И в этом плане мы, конечно, будем удачнее, чем остальные. Ольга Николаевна – это, собственно, начальник комплекса. Часто ли вы захаживаете на дойку, или это уже территория только доярок, вы сюда не на огонь? Конечно, захожу. Людей надо контролировать, проверять. Анализы я делаю, проверяю коровно-субклинический массив только я. Я никому этого не доверяю. Потом уже я выписываю, кого ставить на лечение. Как работает аппаратура, я обязана знать для того, чтобы контролировать правильную работу операторов и того же слесаря, потому что техника и оборудование очень хорошие, но им надо уметь правильно пользоваться. Если им неправильно пользоваться, то не будет хорошего результата, качественного продукта, конечного молока. Когда открывали этот комплекс, поставили и современное оборудование, животные такого раньше не видели. Приучала коров к новым правилам доения Ольга Николаевна лично. Тогда она мечтала получать 25 литров от коровы, сегодня у нее на комплексе 30, и теперь уже это минимум. На сегодняшний день у меня мечта 35 литров на корову при сохранении здоровья, поголовья. То есть не преувеличивая с концентратами, не издеваясь над животным, получить хороший надой. Кому пора в декретный отпуск, а кто идет на рекорд? Ольга Шахова следит за каждым животным. Это наш пункт управления. Здесь мы видим, каждое животное, которое пришло в доильный зал, доится. Есть такое дело, как графический анализ дойки. То есть по графическому анализу я вижу, корова доится в своей секции или либо ее попутали. Вижу, сколько времени доилась, сколько минут, сколько дала молока, во сколько времени минут она зашла на дойку. По тому, как корова, и сколько дает молока, мы тоже можем посмотреть. У меня есть отчеты. Животных я люблю больше, чем людей. Животное не может себя защитить, поэтому мне их жалко. Это правда. Еще одна любовь – цветы. Когда запускали комплекс, здесь не было вообще ничего. Все белое, белая плитка, белые стены. Это было неуютно. Я занимаюсь цветами, всегда любила цветы. Мне их много. Я их, которые с дому попривозила, которые купили, которые моя помощница привезла. Кто, где. Ну, так мы размножились. Ухаживаем мы все вместе. И моя помощница Надежда Анатольевна, и дневная Люда у меня есть. Девчонка, она очень тоже любит растения. Она за ними следит, моет, ухаживает, поливает. У нас есть попугай. Когда она на нас кто-нибудь кричит, да, Надежда Анатольевна? Он начинает чирикать, он нас защищает. Здесь у нас такой коридорчик симпатичный. Я все шучу. Говорю, Надя, надо нам сюда плетеный стол и два кресла-качалки. Мы здесь, я сделала здесь цветы. Это такой наш райский уголок. Мы выходим на улицу через это крыльцо, попить чай, кофе, переговорить, отдохнуть немного от компьютера, от работы. Пару раз в день, по 10 минут. Просто я на работе провожу времени больше, намного, чем дома, да. Поэтому хочется, чтобы было уютно, как дома. Поначалу, когда здесь ничего еще не было, да, и я начинала, там один цветок привезу, там второй покупала, горшки рассаживали, там попугая, там картину. Многие работники удивлялись, смеялись и все остальное. Но я больше чем уверена, любого человека, который работает сейчас на этом комплексе, который привык быть в таких условиях, он не сможет и не захочет работать в других. Привыкли, привыкли люди со временем, они все равно привыкли. Поначалу, да, было тяжеловато. Вышли из доимного зала, грязные, мокрые, пошли, все стены заляпанные, выключатели, двери, все это было. Мыло, вот Люда, она, конечно, тут с ума сходила, она не выпускала тряпку с рук. Пол, двери, все было. Кричала, ругала, объясняла. Потом оно как-то так пошло. Им понравилось быть в чистоте. Еще у меня смена есть одна. Мне вообще очень интересно, особенно когда они в ночь работают. Я приезжаю утром, в 5 утра на работу, а уже помыты полы. То есть дневная уезжает, там 4-5 вечера домой, да, за это время затаптывается пол, как ты не крути мусор. Они подметут, протурят полы, хотя я их не заставляю. Говорю, девочки, зачем? Ай, чтоб чисто было. То есть уже это вошло в норму. На стенах наклейки, на которые Ольга Николаевна потратила всю свою первую премию. Стены украшают картины, кисти местного животновода. В общем, и ботанический сад, и арт-галерея. Рассказ об одном из лучших молочно-товарных комплексов в стране. Продолжим в следующей части программы сразу после краткого дайджеста новостей столичного региона за неделю. И рекламы на телеканале СТВ. Не переключайтесь. На слудском сахарном кабинете возводят еще один цех. Проект разработали поляки, оборудование поставят из Германии, а строить будут солегорские специалисты. Цех запустят в сентябре. Кроме того, на территории предприятия появится емкость для хранения сахарного сиропа. В целом реконструкция завода войдется в 15 миллионов рублей. Вкус лета. Стародорожские производители мороженого в этом сезоне у тебя сладкоежек двумя новыми видами. Эксклюзив – мороженое. Соковые оболочки со вкусами малины и апельсина, а также мороженое с шоколадной глазурью внутри. Всего же на предприятии выпускают более 20 видов холодного лакомства. Туристические маршруты для людей с ограниченными возможностями появятся в Мядерском районе. Реализует проект волонтеры Красного Креста. В планах организовать подвоз инвалидах к местам отдыха, которые станут удобными для людей с особенностями. Акцент делают и на общении с животными. Праздничные мероприятия в честь престольного праздника Бусловской иконы Божьей Матери прошли в деревне Буслов Мядерского района. Фестиваль был приучен в столетию явления Матери Божьей Фатимской. В торжественной процессии и благослужениях участие приняли тысячи паломников. Сегодня Буслов вместо особого культа, а Бусловский костел имеет статус историко-культурной ценности Беларуси. Это Центральный регион. Я напомню, что наша программа, как и все репортажи и эфирные видео в любое время, доступна на официальном сайте ctv.by и на YouTube-канале Столичного телевидения. Заходите, смотрите и подписывайтесь. Ну а мы продолжаем рассказ о комплексе, который по праву можно назвать суперфермой. В природе, наверное, я корову больше всего уважаю, потому что это вообще божественное животное. Директор филиала Вадим Кунц вырос в деревне. Животные были всегда. Его родители и сейчас держат коров. У них материнский инстинкт, материнский инстинкт животного, да, настроен на то, чтобы обеспасить себя, себя, ребенка, да, поэтому они стараются аккуратненько. Мы тоже решаем познакомиться с обитателями комплекса поближе, но они действительно осторожничают. Даже приманка в виде корма не сработала. Сейчас они адаптируются, вас изучат, и тогда подойдет. Под стать директору и Ольга Шахова, начальник комплекса, души не чает в животных. У нас всегда очень много животных жило. И ласточки жили, и воробьи, у кошек вытягивали из зубов, и черепаха когда-то в сетке запуталась, у папы ножки поранила, жила. Заяцы жили. Кто настолько не жил, мама шутит, говорит, у нас не жили только крокодилы. Жалко животных, люблю, почему, не знаю. Потому что люблю, жалко. Животное может быть благодарным, никогда тебя не предаст. Животное помнит твою ласку, доброту, а люди забывают. Ольга Шахова родом с Украины. Наверное, лет шесть мечтала уехать в Белоруссию. Почему, не знаю. Хотелось и все. Бывало, даже снилось. Потом я в Минске видела этот парк, проспект, который мне снился. И почему так, не могу объяснить. Но я ни дня не жалела, что сюда переехала. Мне очень нравится. Сошла с поезда на белорусскую землю в ноябре 2013-го. Выбора, кроме как работать в сельском хозяйстве, тогда не было. В пиле Алько Агра оказалась вакансия поливода. Ольга Шахова согласилась, но даже не представляла, насколько это тяжелый труд. Особенно, когда столкнулась с нечестными людьми. Вадим Кунц вспоминает. Она поработала, может, месяц немножко больше. Шла ко мне и говорит, я не буду сработать теперь. Почему? А вас я тут обманываю, все врут, а вы что делать не можете. Она стала мне рассказать факты, которые действительно я не знал. Я потом стал их проверять. Она говорит правду. Меня это, скажу честно, зацепило. Но Ольга Шахова ушла в торговлю. Воля случая и Вадим Владимирович встретил ее снова. На новом месте работы. Позвал обратно к себе. Я там еще меньше зарабатывал, чем у нас в хозяйстве. Я говорю, давай, даю тебе ферму, самый плохой. А ты докажешь, что ты можешь, посмотрим, будет или не будет получаться. Она согласилась, хотя к коровам относилась по меньшей мере с опаской. Я боялась этих коров, ужасно боялась. Мне казалось, она такая большая, она меня убьет, забьет. Потом узнала, оказывается, у коровы такой фокус зрения, что ей вещи кажутся в 300 раз больше. Чуть-чуть перестала бояться. Потом, когда посмотрела в глаза этому животному, все, я поняла, что оно просто так никогда не обидит человека. Начала учить, читать и пришла к выводу, что это самое доброе, ласковое животное, которое очень чувствует ласку, доброту и отблагодарит тебя своим отношением к тебе. Теперь не жалею и другой работы не хочу. Я ее учил очень много, потому что я много знаний тоже имел в то время. Но она потом стала ставить эксперименты на животных. Вот это делаем правильно, это неправильно. Ну, давай посмотрим, почему. На самом деле, так оно и все было. И когда у нее стало получаться, конечно, специалисты моего животноводства стали немножко ей завидовать, да. Но зависть нехорошее дело, начинаются проблемы, значит, подговаривают кого-то, а вот такая сякая, там, не знаю, что творит. Вот, она начала мне там наводить дисциплину в коллективе, многие стали увольняться. И однажды настал тот момент, когда доить коров стало некому. Говорит, а мне дверка нужна. Я говорю, ну, вот у меня дверки нет, сама не дай. Ну, и настала сама корова, я перехожу на ферму, ее не видать. Я говорю, где у Николаевна? Я говорю, а где? Я говорю, где? Не видно никого. Я говорю, она сидит, дует коров, крышатки, все. Где-то месяц целый, но выдержала, молодец. Первую дойку свою помните? Помню, помню. Боялась ужасно, но я не могла показать, что я боюсь. Она заставляла работать всех, но и сама показывала пример. Там стала очень хорошая покрываемость, то есть 100% покрываемость. Врачей заставила работать, всех врачей, за техникой, всех отстала работать там на ферме. Доярок отрезвили тех, которые способны были к этому делу. И когда встал вопрос, кто будет управлять новым комплексом, сомнений у Вадима Кунца не было. Правда, у него одного. Много, конечно, было подножек стороны и нашего коллектива, наших людей. И жалобы, и прокуратуру, и в райисполком. Но, слава богу, у нас представитель полком разобрался. Он понимает технологию, знает хорошо. Отказал. У меня такой человек один. Ну и все, вот таким образом мы закрепились здесь. И на сегодняшний день, конечно, она учит многих. И на сегодняшний день поспорить с любым в технологии, даже с ученым. Было очень-очень тяжело, морально, да. Помогал мне только директор. И дома поддерживала дочь. Говорила, что я все поддерживаю. Были слезы. Казалось, все, уже не могу, больше не смогу, не выдержу. Но потом начинала с утра. И заново начинали работать. Все, ну, как-то так. Бог дал силу, дал терпение. Кажется, уже больше такого не выдержала. Ну, смогла. Сегодня благодаря этому тандему Вадима Кунца и Ольги Шаховой комплекс стремительно развивается. Они тщательно подбирают коллектив и работу под конкретного человека. В каждой такой небольшой отрасли, да, на ферме или на комплексе есть свои нюансы. Маленькие телята – это одно. Доить корову – это другое. Принимать отелы – это третье. Вот телята на доращивание – это уже совсем другое. То есть характер человека в определенном разделе моего комплекса обязательно играет роль. Вот, к примеру, Елена. В многодетной маме Ольга Николаевна разглядела прекрасную телятницу. Меня выставили в кабинет. Николаевна сказала, Лена, мы тебя ставим на телятку. Профилакторик, на телятку. Я, конечно, расплакалась. Это очень большая ответственность. Я сказала, я не пойду, я плакала. Но я сказала, Лена, утре сопли, четырех детей вырастила. Вырастешь и теляток, справишься и здесь. Ну, и правда, плакала несколько дней, но теперь уже привыкла. Мне нравится, и я уже никуда не хочу отсюда. Ну, а почему нравится? Вот что у них такого, у этих телят? Ой, ну, это же действительно как маленькие детки. Все это и температура, все может быть, любые болезни. За ними смотришь, они такие же ласковые такие. Вот когда он веселенький, это и я радуюсь. Когда у него что-то болит, все. Ну, то же самое, как я растила, когда-то свои дети. Сейчас каждым сотрудникам комплекса можно гордиться. У меня доктор вообще от бога. В жизни не каждый папа будет так, как он. Он пройдет каждого теленка, заглянет ему в рот, в ухо. Частая гостья на комплексе и дочь Ольги Шаховой, София. Проверяем корм, Соня, таблички, ушки. На ней только корма. Не есть. А вот он, вот он вылазит рядом. Бывает, мама позовет телятницам там помочь, комикон посыпать или попоить телят. Когда дневно, помогаю там помыть полы. Ну, по-разному. В основном, часто очень приезжаю, дома не сижу. Приезжаю, чтобы не сидеть дома одной, покушать, привезти. Все-таки голодная целый день. Домой практически не появляется, только в обед, когда есть время. Кстати, в отличие от мамы, София коров ни секунды не боялась. Зубы у них, конечно, есть, но они же не кусают, от чего их боятся. Поэтому они мне сразу понравились, как вот, ну вот, как ласковое животное. Поэтому я их не боялась с самого начала, они мне нравятся до сих пор. Бывают такие, конечно, моменты, когда там телка либо хвостом нечаянно заденет, там, либо же, вот, первый раз в жизни было, я гоняла телочку, и она мне нагло просто ударила по моей ноге, на коленную чашечку. Ну, ничего страшного, синяк уже прошел. Вот, ну, а также вот мне очень нравится, с ними приятно общаться. Вот, бывает даже вот очень часто, что телочка подойдет, либо корова хочет, чтобы ее погладили. Ручных очень много на работе мамы подойдет, хочет, чтобы ее погладили, полоскали. Вот, бывает, стою незаметно, телочка подойдет, там, либо корова лизнет. Ну, вот, все они хорошие и никогда не обижают людей. Сегодня они не боятся делиться своими планами. Следующая цель, чтобы ни одно животное на комплексе не давало менее 30 литров молока в сутки. Будут улучшать генетику и кормление. И через 3-4 года и вовсе выйдут на 40 литров от коровы. Ну, а у Ольги Шаховой еще и свои мечты – украсить спуск в доильный зал и облагородить пруд на территории фермы. Редактор субтитров А.Семкин